По понедельникам и вторникам, в полдень, на Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Разворот». Олег Пьеков в студии. Мне помогает Родион Золотарев. Поговорим сегодня о молочной промышленности, ну, точнее сказать, о предприятии, ну, конгломерате предприятий, которые представляет вот «Фуд Юнион» и глава его в Европе. Норманд Станевич у нас на прямой связи. Здравствуйте, господин Станевич. Добрый день. Добрый день. Мы, может быть, перед тем, как поговорим действительно о том, что сейчас происходит на рынке молочных продуктов, несколько слов буквально о том, что же из себя представляет «Фуд Юнион». Я знаю, что он объединяет три больших предприятия «Латвия Рига Спена Комбинац», «Валмира Пенс» и «Рига Спена Амниекс», но ведь это еще и предприятия в других странах европейских. Да, действительно, добрый день всем, и я очень благодарен за то, что вы пригласили меня на этот разговор. Действительно, «Фуд Юнион» является международной компанией с двумя большими блоками работы. Один – это Китай, второй – это Европа. Европу мы представлены в девяти странах. Это Латвия, Эстония, Литва, Беларусь, Дания, Норвегия, Румыния и также Россия. И на этих рынках мы производим мороженое, также здесь, в Латвии и в Балтии, мы производим молочные продукции и разные другие продукты, которые мы представляем на этих рынках. Каким все-таки был прошедший сложный действительно очень год 2020 для «Фуд Юнион» и какие самые важные события произошли в вашей отрасли? Да, действительно, мне кажется, 2020 год для всех был очень эмоциональный и также для нас. Он был очень интенсивный. В 2020 году, и, может быть, пару вещей, которыми я хотел бы поделиться, это то, что приблизилось к «Финнишу», один из самых значительных и долгожданных инвестиционных проектов латвийской пешевой преимущественности. Мы закончили создание центра компетенции «Фуд Юнион» в области свежей молочной продукции. В этот проект мы развивали более чем три года и вложили ее последние два года 11 миллионов евро, в результате чего мы построили новый производственный цех, закупленный новое оборудование для производства йогурта, творога, мороженого и других продуктов. И что важно, что сейчас все производственные мощности в Риге концентрированы в территории Рига с Пиенкомбинат, что, конечно, в целом улучшает общую эффективность работы компании. Может быть, пару вещей, что еще стоит поделиться, и чем я очень горд, это то, что, может быть, так реагируя на быстро растущий потребительский спрос на покупку продуктов через интернет. Мы тоже в апреле прошлого года, в первой волне ковида, запустили интернет-магазин «Пенвейкл Силл В», где мы доставляем наши продукты на дом. Это включает ассортимент самых свежих и популярных продуктов мороженого и молочных продуктов Food Union, а также другие продукты латвийских производителей – мясо, яйца, хлеба. И здесь опять 2020 год был очень важным для Food Union как раз в развитии экоммерции, потому что мы запустили интернет-магазин не только в Латвии, но и в Хонг-Конге, в Литве, в Румынии, в Дании. А в первом квартале этого года мы планируем запустить интернет-магазин в том числе и в Норвегии. И, наверное, уже… Да, а каким образом вот удается, например, в Гонконге продавать мороженое? То есть его изготавливают в Латвии, получается, и доставляют в Гонконг? Да, 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 вот именно. Мы уже как бы три года очень целенаправленно развивали наши экспортные направления в Юго-Источную Азию, где сейчас мы уже представлены в трех рынках очень значительно. Один – это Гонконг, второй – это Сингапур, третий – Тайвань. За 2020 год сейчас мы прогнозируем, что у нас общий объем продаж составит 2 миллиона евро. А в 2021 году мы планируем еще раз дополнительно 50%. Но на эти три страны мы не хотим остановиться. Мы видим потенциал в других странах Южево-Источной Азии. Вот если говорить все-таки о проблемах, вызванных пандемией COVID-19, очень многие предприятия были вынуждены работать удаленно. Вот насколько, например, ваше предприятие смогло переориентироваться с удаленными работами? Да, это, конечно, был очень сложный год для всех, и в том числе для Food Union, который, наверное, действительно потребовал мобилизовать все наши ресурсы и внести определенные изменения в бизнес-процессы, которые были связаны с работой нашей, конечно, по безопасности, перейти, как вы уже говорили, к дистанционной работе, автоматизировать и оцифровать определенные бизнес-процессы. Но, наверное, дополнительно решения, которые были приняты и влияли, это сокращение определенных затрат, непосредственно это относится к затратам маркетинга и поддержке разных бизнес-функций. Но в то же самое время были сложности и внешними ситуациями, которые влияли по цепокам поставок. Потому что, наверное, я бы хотел отметить, как для нас это одна из самых больших проблем, с которыми мы столкнулись, это то, что мороженое может казаться таким маленьким и вкусным, но на самом-то деле как продукт он очень сложный, и некоторые включают до 30 ингредиентов, которые поступают из всего мира. И, например, конусы для наших мороженых поступают из Италии. И когда летом многие итальянские заводы были закрыты, мы поняли, что это действительно представляет большой риск для наших потребителей и производства. И в результате чего получилось, что мы должны были полностью пересмотреть весь наш процесс производства, закупки, заказов. И в результате чего получилось так, что на складах оказалось очень большой объем готовой продукции. Но в то же самое время, наверное, отметить надо, что, однако, влияние этого фактора на общий оборотный капитал все-таки позволило уменьшить государственную поддержку. Но я бы не хотел только концентрироваться только на плохие вещи, потому что благодаря COVID, я думаю, что как раз COVID и потолкнул нас на то, что мы создали наш интернет-магазин, запустили его наконец, потому что мы много уже про это говорили, мы много про это обсуждали. И это был тот момент, когда действительно, благодаря внешней ситуации, также запросах наших потребителей, мы запустили интернет-магазин, который, запуская в апреле до конца прошлого года, мы уже достигали 500 заказов в день. И как раз здесь, наверное, очень интересно узнать, может быть, ваши слушатели посвящали ли они первые голоса, что они об этом думают. Потому что мы, как организация, мы хотим учиться. И это амбициозный проект, который для нас, мы хотим как бы развиваться дальше, и мы улучшаем его каждый день. Действительно, можно сказать, что мы каждую неделю с апреля ввели какие-то улучшения, и вот этот очень для нас важный бизнес-канал нашего развития. Насколько вот эта продукция, продукт, который производит Food Union, я имею в виду мороженое латвийского производства, интересно для стран Азии, в частности, для Гонконга, вот чем мы можем удивить и отличаться от той продукции, которая там производится? Тут некоторые, как бы я бы хотел отметить. Один, это, конечно, вкус и качество, который всегда при любой покупке мороженого и другого пищевого продукта будет являться очень высоко в приоритете. Но в то же самое время, когда мы говорим про историю Food Union, развитие нашего очень сильного, как бы здесь, в Латвии, и тоже, как мы видим, используя латвийского молока для производства этого мороженого, это, конечно, как бы обеспечивает и то, что воспринятие этого продукта на таких сложных рынках, как Хонг-Конг, Сингапур и Тайван, он является как бы высоко спросом, потому что они, если, например, тоже в том числе, как бы заходят в нашу домашнюю страницу и смотрят, что эти бренды, как Excellence, Pulse, Lakto, являются лидерами рынка в Латвии, это, конечно, и как бы приводит потребителей к желанию попробовать это. И потом, когда они попробовали, поняли, что действительно это хороший вкус, они продолжат это покупать. Что, наверное, как бы, может быть, продолжая эту тему, я хотел бы тоже поделиться нашим опытом и нашей работой в Китае, которой мы построили и запустили два завода, которые сейчас как бы работают, и мы продолжаем зайти, в том числе, и в китайский рынок, где как раз и используются наши латвийские бренды. Несмотря на то, что продукт, самые молочные продукты производятся в Китае, в двух китайских заводах, там они производятся под брендами Lakto, под брендами Limbo Jupiens. И опять, для потребителей Китая это очень важно, что они могут зайти на сайт, посмотреть, что да, это есть как бы бренды с очень большой историей, с высоким качеством, которые являются лидерами здесь в Латвии. Да, может быть, они очень мало, кто из них знает, где находится Латвия, но они видят, что потребитель там на месте, латвийский потребитель выбирает эти продукты. Ну вот, последние годы Food Union развивался больше, как приобретая предприятие, однако в последнее время я понимаю, что изменилась немножко стратегия, и вы больше пытаетесь задействовать какие-то внутренние резервы. Я думаю, что в последнее время правильно это описать, как что мы занимали интеграцией вот этих покупок, которые мы сделали за последние годы. И мы видели очень много потенциала и возможностей как раз на местных рынках и на местных странах, где мы присутствуем. Например, может быть, один пример, который влекается опять как бы для нас очень большое событие 2020 года, это то, что Карумс у нас здесь в Латвии, он приобрел новый дом, новую упаковку и новые вкусы, потому что это потребовало очень существенные ресурсы, потому что в целом этот проект Food Union в Латвии вложил 5,5 миллионов евро. И благодаря этому проекту Карумс, который уже был очень возлюблен с детства нами всеми, сейчас уже привел как бы новый бренд, и новые как бы в том числе и социальные миссии, которые предлагают всем как бы делиться добрым. У нас получается, мы поменяли визуальные воспринятия как бы этого бренда, мы вернули ворону на упаковку, которая очень многим нравилась, мы ввели новые вкусы. И это очень обширный и такой трудоемкий проект, который требует вложений не только финансовый, но также интеллектуальный, который, например, в 2020 году в этом проекте как бы были задействованы. Даже больше, если мы смотрим на достижения Food Union в Латвии, тоже это Pulse. Pulse в прошлом году, новинки Pulse стали самыми покупателями в рынке по новинкам мороженого. Но опять это произошло из-за оценки, целенаправной работы команды Латвии и Балты, которая это достигала. Потому что, что интересно, да, мы все знали Pulse в Латвии, и новинки как Quadrats, Pulse Cepuma, да, они вкусные, нам они нравятся, и они стали действительно очень хорошо продаваемыми новинками. Но что как бы стоит отметить, что в то же самое время Pulse в Литве стал мороженым номер один. В Литве мы запустили творожные сырки под брендом Pulse, который стал номер два в рынке. И вот как раз эти достижения, эти как бы знания, которые были созданы в Латвии, экспертиза и центром компетенции по свежей молочке и так же как бы мороженого, сейчас уже мы видим, как развиваемся в странах Балты и в других наших европейских странах. Ну да, я могу сказать, что вот как раз такие сырочки Carums, они всегда в нашей семье были очень любимы, и стало приятным сюрпризом, что они стали такими разнообразными на вкус и поменяли форму. И вот это заставило ради любопытства, попробовав раз уже так вот как бы снова подсесть на эти сырочки. Сколько усилий для того, чтобы создать какие-то новые вкусы, чтобы они появлялись и с белым шоколадом, и с черным шоколадом, и с ягодной начинкой, и с другими начинками. Вот как это экспериментируется, сколько необходимо времени потратить, чтобы запустить новые продукты? Для нас это, конечно, самый большой комплимент, который мы можем получать, что люди пробуют, а потом уже, как вы говорили, заседают на наши продукты, и потом они как бы постоянно находятся в морозилках наших друзей и покупателей в Латвии. Конечно, инновации, развитие новых продуктов и новых вкусов для Food Union является одним из самых важных направлений и в 2021 году, где будет вложено много ресурсов человеческих, денежных и как бы развития. Это, конечно, процесс непростой и требует как бы знаний, во-первых, исследовать какие развития в мировом рынке происходит по развитию новых продукций и вкусов, какие тенденции происходят в мировой как бы по творожным или йогуртным сыркам, потому что мы запустили тоже йогуртные сырки на рынке, и это один из трендов, которые мы смотрим в мире. Второе, очень важно, это то, что обеспечивать постоянно и очень высокое качественное производство и находить партнеры по доставке продукции, которые это смогут обеспечить долгосрочный и постоянный вкус. И третий, это то, что сам бренд, который мы предлагаем в рынке, он должен быть как бы развит, понятный, и он должен быть историей. И те продукты, которые предлагаются под этим брендом, например, как Carums, они должны и соответствовать ожиданиям, потому что, наверное, самое такое неприятное, что если ты заходишь в магазин, покупаешь продукты, они полностью не соответствуют тем ожиданиям, которые ты бы хотел из этой бренда или из этой истории себе получить. И поэтому, например, как PNV, Calls LV, для нас в том числе, является одним из каналов, где мы можем получить обратную связь с наших потребителей, как они как бы, как они как бы, им нравится один или другой вкус, или, может быть, они хотят, чтобы мы подумали про новый вкус. Вот у нас тоже обратная связь, но вот с нашими потребителями радиопродукции, напомню, что с нами на прямой связи Норман Станевич, глава Food Union, 67212-93-9, телефон студии. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот Limbo Jupien когда-то производил очень вкусный, ну, твердый сыр Монтериго. Такие небольшие куски, которые их развязали. Ну, действительно, он и по вкусу, и по качеству, мне кажется, был выше, чем эти вот импортные. И в свое время даже Берлесконе подарили вот этот целый кусок, и он оценил. Ну, уже сейчас производят только такие маленькие упаковки, которые ни по качеству, ни по вкусу совершенно не то. Почему прекратили производство вот этого сыра? Спасибо. Так, ну, вот тут вопрос, наверное, может быть, немножко не по адресу, да? Не-не-не, никак нет. Мы, конечно, это в том числе как бы наш ассортимент, и очень важно получать обратную связь, и, как я говорил, учиться. Наверное, один из вопросов это в том, что мы должны всегда все-таки сфокусироваться на нашей продукции, которой мы готовы, что я говорил, долгосрочно и стабильно обеспечивать нашим потребителям. И на сегодняшний день это было принято решение сфокусироваться на молочную продукцию, ту, которая сейчас представлена в полках, и в том числе на мороженое, потому что, как говорится, не всегда можно делать все хорошо. Должно все-таки производиться фокус на определенные вещи. И поэтому в 20-м году и в 21-м году те упоры, я бы сказал, Латвии и Балтии, которые мы делали для развития свежих молочных продуктов, как йогурты, творог, молоко, сметана и мороженое, это был основной фокус. И, может быть, как бы в будущем, что если будет действительно большой спрос с наших потребителями, можем вернуться к анализу и просмотреть, как бы стоит ли и твердые сыры производить. А у меня вопрос все-таки, может быть, говоря ближе к политике. Инициатива, которая Сейм не поддержал по снижению налога на добавленную стоимость, на молочные продукты, в том числе до 5%. Насколько это было, скажем, для вас неприятным сюрпризом? Буквально мы за пару часов до вас говорили с депутатом Сейма данной Рейзнице Озова, и она вот сказала, что, ну, вот та инициатива, она была одним из инициаторов вот этого предложения, и она говорила, что, конечно, она очень надеется на то, что все-таки рано или поздно оно будет принято, потому что люди, ну, это могло бы помочь в трудную как раз сейчас период, людям все-таки сделать более доступными эти продукты. Да, к сожалению, действительно была такая ситуация, что Сайм не прислушался к мнению представителей пешевой производителей и тоже потребителей, потому что по нашему мнению действительно эти изменения оказали бы существенную поддержку латвийским семьям, и в том числе, как вы и говорили, что особенно людям, может быть, с низкими доходами, потому что тогда это было бы возможно способствовать доступности очень качественной продукции по ниже цене на полке, который находится. Наверное, как бы в то же самое время я хотел бы отметить, что мы никак не заканчиваем эту историю, мы в этом году однозначно будем продолжать заниматься лоббированием этого вопроса, и мы действительно верим, что это является важным элементом для долгосрочного развития отрасли и повышения конкурентоспособности не только производителей, но и в том числе латвийских фермеров. Я знаю, что производители, переработчики все-таки стараются поддержать уязвимые группы общества, это и возможности каких-то продуктовых, я понимаю, бесплатного раздачи продуктов малоимущим слоям населения. Вот в этой области Food Union также работает? Да, у нас есть многие социальные проекты, которые мы занимаемся в разных направлениях и другими, но мне кажется, вот здесь если смотреть с бизнесовой части, что важно, это в том числе, что пандемия, конечно, будет и отрицательно влиять на общую доходность нашего населения, и это означает, что что мы делаем, мы в том числе смотрим на наш портфель, на наш ассортимент, и мы, конечно, развиваем его для 2021 года, имея в виду то, что какие потребности как раз с нашими потребителями будут, и делая как раз упор на то, чтобы обеспечивать очень качественные, но в то же самое время простые продукты, которые будут нужны для наших потребителей, и, может быть, делая меньше на рынок или меньше развития, на какие-то гурме, которые, как бы, знают, что ситуация в 2021 году будет, наверное, развиваться не быстро, что все-таки сфокусироваться на те потребности, которые у нас проходят из рынка. Проходила новость вот о том, что в Латвии упали цены на молоко в какой-то момент. почувствовали ли вы это и насколько это повлияло на общую ситуацию в бизнес-среде? Цена упала в начале 2020 года, потом она стабилизировалась, и для нас, конечно, очень важно в том числе долгосрочное развитие и сотрудничество с нашими партнерами, фермерами, производительными молока в Латвии, где мы строим наше долгосрочное развитие как раз на условия, которые нацелены на долгосрочную цель и наших партнеров-фермеров. Я бы сказал, что цена в этом году была действительно меньше. Один из показателей, скажем так, что цена, которую мы увидели в снижении в рынке, она была больше, чем та, которая мы снизили средняя цена для наших поставщиков. Но в целом, если мы говорим о поддержке, которую в том числе фермеры получили из государства весной в объеме 86 евро за корову и потом уже второй володник получилось 50 евро за корову. Это было обеспечение стабильной развитии отрасли производства молока на латвийском рынке. Поэтому сам производственный рынок сырого молока и фермерского молока остался на очень стабильном уровне даже сравнивать с предыдущими годами. Но можно ли сказать, что такая долгосрочная перспектива сотрудничества выгодна взаимно выгодна и для фуд-юнион, и для фермеров, у которых есть гарантия, что они смогут сбыть свою продукцию? Совершенно верно, потому что мне кажется, мы все слышали про много историй, когда кто-то забегает образно говоря в Латвию и предлагает высокую цену, и кто-то попадается на это предложение, и потом эти компании либо банкротируются, либо пропадают, и ситуация, что фермер не только остается без контракта продаж своей продукции, но в том числе ему многие из этих покупателей вообще не заплатили деньги за продукцию, они просто пропали, и поэтому наш модель, которую мы предлагаем, это все-таки нацелено на долгосрочное сотрудничество, где мы видим интересы нашей стабильной доставки молока в последние периоды, что для нас важны производственные программы, а соответственно если смотреть с перспективы фермера, это обеспечивает стабильность и уверенность в том, что возможно свой бизнес развивать и в долгосрок, и работать с банками в том числе. Насколько работа Food Union в 2020 году, если какие-то приблизительные финансовые результаты говорить о них, была успешной с коммерческой точки зрения, не было ли падения продаж или уменьшения прибыли по сравнению с прошлыми годами? Конечно, цифры и окончательные цифры еще не приводены и то, что мы видим, это то, что Food Union в Европе развивался по-разному в разных странах. Это связано с тем, что наши самые рынки в разных странах развивались по-другому. Уровень пандемии в каждой стране немножко отличался и тоже как бы в том числе как реагировало и население и государство на общую экономику и различную торговлю. В целом мы верим, что мы достигли наши финансовые цели за 2020 год, несмотря на очень сложную действительность ситуации, которая была. Опять, это произошло из-за некоторых моментов. Один, это то, что в предыдущие 2-3 года мы строили новый фундамент, новую базу, на которой мы сейчас развиваемся. Мы меняли очень много бизнес-процессов, внедряли, цифровали бизнес-процессы, оптимизировали нашу работу, и это создавало новую базу, на которой можно сказать в 2020 год смог уже получить первые дивиденды. Второй момент, это то, что управленческие решения, которые были приняты в 2020 году к отношению может быть изменения плана продаж летом, во-вторых, на очень острый фокус на безопасность наших работников и сотрудников, и третий это то, что мы быстро регулировали на сокращение все-таки расходов, особенно, наверное, в области маркетинга, и это суммарно, это позволило нам достигнуть нашей финансовой цели 2020 года. Насколько вы чувствуете поддержку государства в своем бизнесе, и вот я просто читая ваше прошлое интервью, замечал, что вы как раз упоминали о том, что поддержка должна быть справедливой, как для малого, среднего, и для крупного бизнеса, вот в чем здесь проблема? Да, здесь, если смотреть на государственную помощь, вопросы, связанные с пандемией, да, ее можно чувствовать, как я уже говорил, это было и фермером, и в том числе мы получили помощь за оборотный капитал, но здесь, наверное, моменты, которые желают лучшего, это как раз коммуникации, это долгосрочное планирование, например, в том числе работа с уменьшением НДС на молочной продукции, потому что это как раз это не решение, которое будет влиять на моментальный результат, но это будет долгосрочный результат отрасли и конкурентной способности, увеличение конкурентной способности отрасли, как производителей, фермеров, но в том числе что неваловажно, это будет и доступность продукции на полках наших магазинов, и это комплексно, это должно обеспечивать то, что правительство должно фокусироваться не только на кроткосрочные решения, которые, да, в кризисе или пандемии надо быстро что-то делать и менять, но всегда иметь в виду долгосрочные цели, потому что бизнес строится в долгосрок, это обеспечивает работу и экономику многим, больше, чем тысячи наших сотрудников здесь, в Латвии, и очень важно все-таки иметь в виду всегда долгосрочные конкурентные преимущества в Латвии, и я верю, что как раз производство молочной продукции и мороженого у нас есть очень сильное по сравнению с многими странами Европы и в мире даже. Вы упоминали вот в числе стран, на территории которых вы работаете, Белоруссию, вот события в Белоруссии, они отражались каким-то образом, но вот эти политические там забастовки, демонстрации каким-то образом могли повлиять на работу предприятия, насколько этот рынок был для вас сложным? Безусловно, одна из проблем, которые Белоруссией была, это в том числе пандемия, несмотря на то, что это на официальном уровне это не было признано, но в реальной жизни это было, и никто ее не отменял. И действительно, экономически и политически это сложный рынок, но мы верим в большой потенциал этого рынка и роста, потому что людям всегда будут нужны инновативные и высококачественные продукты, которые мы можем производить в Белоруссии, что важно и в других заводах, например, в Латвии для них. И поэтому, например, что политическая ситуация, да, конечно, влияет на наши планы и темпы роста, поэтому мы очень надеемся, что на ее стабилизации в ближайшее время. Но в то же самое время в прошлом году нам удалось укрепиться с одним из очень возлюбленных брендов из Латвии Полз, которые мы произвели в белорусский бренд, называется Белий Полз, взошли в топ-3 мороженого в Беларусь и в результате чего, в принципе, я хотел бы сказать, что у нас знают практически уже все страны. Ну, тоже можно поздравить нас с этим успехом. Спасибо, спасибо. Насколько вот вы планируете, поскольку вы не только имеете компании в других странах, но и занимаетесь экспортом, как вы планируете развивать экспортные рынки, может быть, вот в какие-то ближайшие годы? Как я рассказывал, в начале нашего разговора 2020 год завершил развитие центра компетенции по молочным продуктам, и также мы делали очень сильные укрепления нашего мороженого центра компетенции, который находится в Риге и разрабатывает новинки для всей Европы. к примеру, в 2020 году мы в мороженом разработали в Риге более чем 100 новинок для европейского рынка, и чем мы видим потенциал Латвии в будущем, это как раз экспорт, интеллектуальный экспорт наших знаний и наших брендов, и да, мы будем смотреть на возможности экспорта продукции на рынке Хонг и других в Восточную Азию, но, что важнее, я бы сказал, на данный момент, мы делаем очень сильный упор на экспорт знаний, на экспорт брендов, которые могут быть использованы нашими компаниями в других странах, и там будет представлен Food Union как компания из Риги, из Латвии, с брендами Excellence, Lacto, Limbo Jufeenz и знаниями мороженого и молочной продукции, которые рождаются здесь, в Латвии. И вот как раз экспорт, интеллектуальный экспорт, он же и является очень высоко прибавлена стоимость экспорта продукции. И мы видим, что ту базу и ту инфраструктуру, которую мы строим, она и будет способствовать развитию Латвии как центра компетенции для Европы по мороженому и молочной продукции. Ну вот если можно, может быть, даже подводя итоги, какие-то прогнозы на 2021 год, каким он будет в том числе для вашей компании, какие, может быть, планы вы строите, какую стратегию? В 2021 году одно из очень важных направлений, которые в Food Union будут фокусироваться, это инновации. Инновации, где мы будем смотреть на продукции, и поэтому я хотел бы как бы тоже пригласить всех внимательно следить за новинками, которые мы будем выпускать в Латвии, они будут очень интересными и очень вкусными. К сожалению, мне не позволено больше этому сейчас как бы вам рассказывать, но верьте мне, пожалуйста, они очень вкусные, я их попробовал. и также очень важно будет фокус на учении и э-коммерции, поэтому, как бы, как я уже говорил, нам очень важно, интересно узнать обратную связь наших потребителей, что они думают, что удобно, что неудобно про наш интернет-магазин PNV, про наши другие экономические развития в других странах, где мы будем собирать обратную связь и развивать это дальше. Если смотреть на розничную торговлю, конечно, мы видим, что 2021 год будет большие изменения в связи с поступлением новых игроков в розничную торговлю в Латвию, поэтому будет влиять на общий рынок и будут изменения в том числе как будут восприняты другие бренды. И я думаю, что и я верю в том, что во всех рынках Европы основные фокусы, которые будут укрепляться, это будут местные производители и местные бренды. Потому что то, что мы видели в результаты пандемии, люди больше и больше понимают, что местный производитель и местные бренды являются той ценностью, которая не только по качеству может обеспечивать самый высокий уровень, но и эмоционально доставать самое большее удовольствие как потребитель. И поэтому такие любимые бренды как Pols, как Lacto мороженое, как Excellence, они будут доставлять удовольствие, и мы будем заботиться о очень высококачественных продуктах для наших потребителей. И поэтому всегда качество бренд и цена будет те, которые будут обеспечивать успех определенных продукций уже на полках магазинов или в полках интернет-магазинах. Каким образом можно осуществить эту обратную связь? Как с вами связаться? Где, куда оставлять свои пожелания, предложения? Самый лучший способ это зайти в пеновейкл СЛВ, попробовать его, попробовать наши продукты, и там же можно ставить обратную связь напрямую, и мы будем очень рады это слышать. Спасибо большое. С нами на прямой связи был руководитель Food Union Норман Станевич. Спасибо вам большое за такой интересный подробный рассказ, анализ положений в отрасли. Желаю вам успехов в Новом году, с Новым годом вас. Всего доброго. Спасибо вам. С Новым годом. До свидания. До свидания.